Антонио Гауди создал уникальное по своей красоте и форме строение. Авангардный подход к делу сделал мастера ключевой фигурой в архитектуре модерна. Более того, с его подачи в Испании стиль Арнула получил особое развитие. Хотя большинство зданий Гауди находятся в Барселоне, влияние его творчества можно отыскать в разных уголках Европы, и самые известные творения архитектора представлены далее в обзоре. Дом Висенс считается одним из важнейших творений архитектора, так как именно он ознаменовал собой появление стиля модерн в Испании. В строительство дома Гауди заказал фабрикант кирпича и плитки Мануэль Висенс в 1883 году. Работая над проектом этого дома, Антонио Гауди вдохновлялся мавританскими мотивами, цветными мозаиками, повторяющимися геометрическими узорами, переплетающимися с растительным орнаментом. Еще одна особенность строения – это асимметричность и множество арок. Именно они считаются главной отличительной чертой каталонского модернизма. Вины погреба Гуэля Бадегас Гуэль были построены в период между 1895 и 1897 годами для Эусеби Гуэль. Промышленник и меценат увидел творение Антонио Гауди на всемирной ярмарке в Париже и заказал ему создание трехуровневых комплексов, включающих в себя непосредственно сам погреб, гараж, жилые помещения и домовую церковь со смотровой площадкой. В Бадегас Гуэль хорошо видны элементы неоготической архитектуры – наклонная крыша, стилизованные шпили, несколько арок. Эусебу Гуэлю настолько понравился стиль Гауди, что он поручил ему спроектировать целую жилую зону. Для этого промышленник приобрел 15 гектаров земли. На этой территории было много зеленых насаждений, между которыми должны были появиться особняки и парк. Архитектор с рвением принялся за работу. Было создано несколько жилых домов, колонада рынка, павильоны. Через 10 лет после начала строительства финансовые дела промышленника шли из ряда вон плохо, поэтому ему пришлось продать свою территорию мэрии Барселоны, сделавшей ее городским парком. Парк Гуэля – это потрясающий комплекс, состоящий из полихроматической мозаики, каменных гротов, причудливых шпилей. Никаких острых углов, только обтекаемые формы. В 1877 году состоятельный текстильный фабрикант Жозеп Балио и Касановос поручил Антонио Гауди переделку своего доходного дома. Владельцу не нравился традиционный облик дома. Он хотел, чтобы архитектор превратил его в современный авангардный шедевр. Балио планировал и вовсе снести дом, но Гауди распорядился по-своему. Боковые стены, примыкающие к соседним домам, остались нетронутыми, а вот фасад был отстроен заново. Также архитектор сделал полную перепланировку здания. В доме Балио практически нет прямых линий, а пестрый экстерьер с причудливыми балконами не может не притягивать любопытные взгляды прохожих. Особое внимание Каудио уделил деталям. Это мерцающие витражи, созданные светотени, планный переход оттенков в мозаиках. Саграда Фамилии или Храм Святого Семейства – самый важный и амбициозный проект, которому Антонио Гауди посвятил 42 года своей жизни. Как и другие работы архитектора, храм отличается природными формами, замысловатыми деталями, буйством цвета. При проектировании Саграда Фамилия Гауди применил такие стили, как модерн, готическое возрождение, ориентализм. Саграда Фамилия стала самым масштабным проектом Великого Гауди, хотя строительство храма Святого Семейства не могут окончить вот уже 134 года. Архитекторов не прекращает поражать тот факт, с какой точностью Гауди разрабатывал сложные трехмерные математические модели с помощью лишь своего воображения и интуиции. Немногочисленные чертежи и эскизы, сделанные рукой самого Гауди, преимущественно уничтожили каталонские анархисты, напавшие на Саграду Фамилию во время гражданской войны в Испании. Гробницу архитектора они, тем не менее, оставили нетронутой, ведь какой бы ни была их обиды на генерала Франко и католическую церковь, они хорошо знали, что Гауди считали святым все, независимо от социального статуса и политических убеждений. 7 июня 1926 года Антонио Гауди сбил трамвай на перекрестке улиц Карер-де-Байлен и Гран-Виа в Барселоне. Водители такси отказались подвезти мужчину в больницу, поскольку ошибочно приняли его за нищего. Местные жители отнесли худого и оборванного старика в больницу для бездомных. Когда его обнаружили там, Гауди отказался перевестись в другую больницу. «Мое место здесь», – сказал он. Чтобы попрощаться с гением, на улицах Барселоны выстроились многотысячные очереди. Сегодня сторонники известного архитектора выступают за причисление Антонио Гауди к лику святых. Антонио Гауди Антонио Гауди Субтитры создавал DimaTorzok Сальвадор Дали – испанский художник, один из ярчайших представителей сюрреализма. Его художественный дар и яркие образы его работ обычно объясняют влиянием, которое оказало на автора искусства эпохи Возрождения. С 1922 года Дали обучался в Академии художеств святого Фердинанда в Мадриде. Тогда же Дали начал пробовать себя в кубизме. Вскоре Дали познакомился с течением дадаизма, оказавшим огромное влияние на его дальнейшую жизнь. В 1926 году, незадолго до выпускных экзаменов, Дали был исключен из Академии с формулировкой, что в Академии нет преподавателей, которые могли бы его экзаменовать. Тогда же он создал свой реалистический натюрморт «Корзина с хлебом». В том же году Дали посетил Париж, где познакомился со своим пумиром Пабло Пикассо. Дали впитал элементы самых разных художественных стилей. От классического академизма, Веласкиса, Рафаэля, Бронзита, Сурбарана, Вермеера до Вангарда. Он чередовал традиционную манеру письма с современной, иногда в одной и той же работе. Творчество Дали оказало серьезное влияние на развитие сюрреализма, признавшего его создателем параноико-критического метода. В 1931 году Дали пишет одну из самых известных своих картин «Постоянство памяти. Мягкие часы», которая отражает его отношение ко времени как к субстанции податливой и неопределенной. Это его квинсистенция теории относительности Эйнштейна. Еще одним из широких известных символических образов творчества Дали, помимо мягких часов, является космический слон. Длинноногая и тонкая фигура, которая впервые появилась в картине «Сон», навеянный полетом пчелы вокруг граната за миг до пробуждения. Дали неоднократно прибегал к образам животных в своем творчестве. Так муравьи у него символизировали смерть, тление, а также горячее сексуальное влечение. Улитка – человеческую голову, амар – вырождение и ужас и так далее. Художественная деятельность Дали не ограничивалась живописью. Широко известны его сюрреалистические артефакты – телефон, амар и диван в форме губ Мэй Уист, созданные в 1936-1937 годах по заказу художника и мецената Эдварда Джеймса. За свою жизнь Дали написал около 1500 картин, создал десятки иллюстраций к книгам, эскизы к литографиям, театральным декорациям и костюмам, ювелирным украшениям, бесчисленное количество рисунков, скульптур, параллельно участвовал в кинематографических и фотографических проектах. Дали попробовал свои силы и на литературном поприще. Большая часть его работ – около 1500 экспонатов – представлены в Театре-музее Дали в Фигерсе, Испания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пикассо – испанский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер, основоположник кубизма. Пикассо оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке. Эксперты назвали Пикассо самым дорогим художником. В 2008 году объем только официальных продаж его работ составил 262 миллиона долларов. По результатам опроса 1,4 миллиона читателей, проведенного газетой «Таймс» в 2009 году, Пикассо был признан лучшим художником среди живших за последние 100 лет. Полотна мастера стоят на первом месте по популярности и среди похитителей. В Барселоне находится музей Пикассо, где выставлено большое количество его работ. Пикассо «Таймс» Пикассо «Таймс» Пикассо «Таймс» Пикассо «Таймс» Пикассо «Таймс»